Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о сборной России по футболу. Недавно мы получили определенный повод для позитива, пусть и достаточно сомнительные две крупные победы над Брунеем и Сирией, азиатскими коллективами, которые, прям скажем, уступали в классе российской сборной, особенно это касается Брунея. Но тем не менее, победа есть победа, приятное событие, очередной успех и очередной сухой матч без пропущенных мячей, то есть матч в одну калитку. И с одной стороны, да, есть чем порадоваться, с другой стороны, именно в эти дни произошло важнейшее событие, сборную России отстранили от следующего чемпионата мира. То есть до последнего кто-то еще, может быть, надеялся на то, что будет позитивный исход, но я, да и многие другие заранее понимали, что хороших новостей ждать не стоит. Но тут уже была подведена черта. Стало известно, что сборную России не допустили до отбора, а стало быть, не допустили и до самого чемпионата мира. В общем, давайте это дело мы обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Великие победы ЦСКА над Барселоной, Спартака над Ливерпулем и так далее. Ну а сейчас я выложил ролик, посвященный Еврокубкам сезона 93-94. Возвращение Спартака в Лигу чемпионов. Неудачные матчи Динамо и увольнение Газаева. Все это в моем новом видео. И во второй встрече неугомонный Карпин также забил Барселоне. Причем в самом дебюте, уже на третьей минуте встречи. Ну и разумеется, в конце каждого моего ролика на Ютубе будет публиковаться полный список моих платных подписчиков на Бусти. В качестве приятного бонуса. Проходите на мой Бусти и подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Итак, разумеется, сейчас по-прежнему остаются какие-то оптимисты. Вот знаете, несгибаемые оптимисты, по-другому и не скажешь. Которые заявляют о том, что когда известный вам всем военный конфликт закончится, возможно, сборную России пустят на чемпионат мира без отбора. Дескать, нам выдадут вайлд-карт или что-то такое. Ну, что я могу сказать. Надежды юношей питают на здоровье. Пускай верят в это и дальше. А так я по факту остаюсь все-таки пессимистом. Это, на мой взгляд, куда логичнее. Нужно готовиться к худшему, чтобы потом, в случае чего, либо ты оказался прав и худшее сбылось, либо ты будешь неправ, но будешь рад тому, что и слава богу, что все оказалось лучше, чем я предполагал. Поэтому пессимисты всегда выигрыши, как и здесь. Здесь я заранее понимал, что ничего хорошего ждать не стоит. Ну и, в общем-то, не особо расстроился от новостей. Потому что это как раз то, что и должно было произойти. Давайте будем откровенны. До тех пор, пока идет военный конфликт, ждать выступлений нашей сборной не стоит. А еще есть неприятное предчувствие, что и некоторое время после нам придется свыкаться с нейтральным статусом, возможно, либо статусом без флага и гимна, и все в этом духе. И это мы, кстати, тоже отдельно обсудим. Но пока о чемпионате мира. Думаю, всем было понятно, ну, здравомыслящим, что нас не пустят. Тем более, что этот чемпионат мира проводится в том числе в Северной Америке. И да, понятное дело, кто-то скажет, что там же наш парень сейчас президент. Ну, все эти предположения, что там наш парень, это тоже отдельный вид оптимизма и шапка закидательства. Поэтому оставлю это для политологов и их разборов. Просто отмечу, что даже смена американской администрации вряд ли могла здесь хоть как-то повлиять позитивно на участие нашей сборной. Тем более, что тут не США, как хозяйка, решает, кого допускать или не допускать до чемпионата мира, до отбора. Это решает FIFA, UEFA и прочее. А тут, ну, скажем так, наши позиции печальны. И да, можно сколько угодно там рассказывать в интервью, что 60% стран нас поддерживают, хотят нашего возвращения. Тут, как говорится, а где это? А где это? А почему мы их не видим? 60% за, но все стесняются сказать. Ну, тогда, получается, не так уж они и за. Быть за на полшишечки, это значит не быть за нас. Поэтому здесь, опять же, до тех пор, пока не закончится конфликт, ждать чего-то не стоит. И в лучшем, самом лучшем случае мы попадем, может быть, на следующий чемпионат Европы. И тут, как я уже сказал, не исключено, что это будет в неком нейтральном статусе. И здесь я бы сразу хотел ответить тем, кто впадает в истерики и рассказывает про то, что мы не должны ехать без флага. Мы не должны ехать без гимна. Если нас вернут без флага и гимна, мы никуда не поедем. Это оскорбление и все остальное. Я не знаю, ребят, вы футбол, и в том числе сборная России, ради чего смотрите? Посмотрите, как поднимается флаг и как звучит гимн, который у нас, кстати, менялся несколько раз за последнее время, как и флаг. Ну, я не знаю, тогда включайте трансляции футбольных матчей сборных, чтобы послушать гимна, потом выключайте, раз у вас такой фетиш именно на это. А если в рамках трансляции, что часто бывает, не успевают показать гимн, так вообще пишите сразу, не знаю, в Лигу сексуальных меньшинств или куда-нибудь еще жалобу про то, что вас страшно оскорбили. Ну, потому что часто происходит такое, что из-за накладки одного телепроекта или телевизионного эфира на другой матч показывают не сразу, а с какой-нибудь там первой-второй минуты. На том же самом первом канале такое было регулярно и в том числе со сборной России. Как же так? Вы же гимн не услышали. Ну, надо же. Как можно футбол смотреть без него? Это я к чему? Конечно же, я, как и любой другой гражданин России, хотел бы, чтобы наша сборная выступала с гимном. И с флагом, и со всем остальным. Но если выбор у нас из двух паршивых вариантов, и один из них паршивый, выступать, но без гимна и без флага, а второй совсем дерьмовый, не выступать вообще, я выберу меньшее зло. А те, кто встает в позу, я им предлагаю вот отправиться большой группой вот таких вот патриотов-активистов в нашу олимпийскую сборную, в наш олимпийский комитет, в Федерацию хоккея России, и потребовать, чтобы наша сборная отказалась от олимпийских медалей. Потому что единственный раз, когда сборная России выиграла Олимпиаду после Советского Союза, это была победа в нейтральном статусе. Предлагаю вам всем отправиться, кто там играл, Датсук, Ковальчук, остальные, и сказать, выкиньте эти олимпийские медали, вы их без флага выиграли. И выпишите из Википедии, из страницы сборной России эту победу, и сотрите все видеозаписи, потому что это была неправильная победа. Мы выступили в нейтральном статусе. Ну, а если вы вменяемый человек, то я думаю, вы понимаете, что как раз там мы и показали, как нужно отвечать. Тогда нас обнейтралили из-за допинга. Ну, а сейчас мы видим, чего стоит это антидопинговое агентство, которое прогибается то под одних, то под других. Но тем не менее, нас обнейтралили, а мы в ответ поехали и выиграли золото. Пускай и в специфической Олимпиаде, но тем не менее. По-моему, именно так нужно отвечать. А не вставать в позу и визжать мы не поедем. И спрашивается, почему тогда мы могли выступить на Олимпиаде и победить вообще в хоккейной сборной, а сейчас у всех жопа сгорела. Ну, тут, как говорится, выбирайте меньшее зло. Для меня меньшее зло здесь понятно. Ну, а касательно ситуации, которые тоже обсуждают, дескать, посмотрите, нас исключили одну, еще одну небезызвестную страну, не исключили. От отбора на чемпионат мира, хотя она там бомбит всех, взрывает и все остальное, такая есть. Ближневосточная страна, одна небезызвестная. У нас очень много оппозиционных политиков оттуда. Или там сейчас напрямую живут. Так вот, что я могу сказать? Ребят, ну, очнитесь уже. По-моему, всем пора уже осознать, что есть вот этот базовый принцип. Вы не понимаете это другое. И этот принцип будет всегда действовать против нас, пока у нас не будет экономической мощи или количества политических реальных союзников на международной арене достаточной, для того, чтобы, простить за выражение, охеревать от наглости, как та самая ближневосточная страна. Вот когда мы станем такими же экономически крутыми и влиятельными в плане количества союзников, тогда и мы уже можем вести политику по принципу «это другое, и вы вообще сюда не смотрите, следите за собой, а мы тут сами разберемся». Поэтому, к сожалению, этот принцип сейчас бьет нас. Будем надеяться, что когда-нибудь он будет в пользу нас, но это будет, к сожалению, не в ближайшее время, поэтому тут принцип «это другое» действует в пользу этой страны, которая будет участвовать в отборе. Впрочем, через этот отбор она все равно никуда не попадет. Хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти. Валерия Седина, Фила Ричардса, Дмитриевича, Микро Хафилпафа, Серго ФКСМ, Кирилла, Евгения Злобина, Ольгу Фролову, Максима Новикова, Алексиса, Гладиатора Свау, Тихона, Изадеров Изадеров, Рима Рефейжератовна, Елену, Джаст Дуэт, Лазарес, Олег ЦВБП, Кристал Мун, Кель, Мага 01, Профессор, Сергей Тининбоем, Майлкарт, Алексей Малиновский, Громофор, Дмитрий Слатвинский. Спасибо вам, дамы и господа, вы лучшие. Но и отдельное спасибо уважаемому товарищу Хедж Мастер, который взял максимальный уровень подписки под названием Златан Ибрагимович.